Доброе утро! Продолжает вещание. Я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем о погоде на сегодня. Праздник молодой учрежден указом президента России в 2020 году. Отмечается 18 августа, потому что в этот день в 1845 году было основано Русское географическое общество. В целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа установить профессиональный праздник, говорилось в тексте указа главы государства. География – одна из древнейших наук на Земле, а история России – это история великих географических открытий, заселения и освоения прилегающих обширных территорий. Судьба моя поэзия по таким символичным названиям выпустила в свет свою книгу известная поэтесса, народный поэт Карачаева Черкесии Фарида Седохметова. Почему эту книгу автор называет трудом своей жизни, чьи переводы здесь представлены и только ли новые стихи будут в книге? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии Фарида Седохметова ответит моей соведущей Белле Джозаевой. Доброе утро всем, доброе утро, Фарида. Рада тебе. Здравствуй, Брючка. Ну, мы частенько с тобой видимся, но сегодня у нас с тобой такой радостный повод. Это выход твоей книги «Язык, судьба моя поэзия». Я знаю, что вот эта книга – это труд всей твоей жизни. Ты как-то в этом признавалась, вот скоро выйдет труд моей жизни. И сюда вошли не только стихи, сюда вошли и переводы. Да. Конечно, мне бы хотелось узнать, что ты сейчас чувствуешь в связи с выходом этой книги. И всё-таки чему больше уделено внимание – переводам или всё-таки твоим любимейшим стихам? Ну, если о чувствах говорить, конечно. Я, если честно, Белочка, я до сих пор до конца не осознала, что она у меня всё-таки вышла. Я её очень долго ждала. Вот этот период пандемии нас очень задержал. И, ну, чем долгожданнее, тем она и желаннее. Я вот беру в руки, листаю. И мне не верится, что вот действительно это на самом деле труд всей моей жизни. Сюда вошли стихи, которые я для себя считаю лучшими, которые у меня издавались, начиная с 1989 года. Потому что тогда впервые в Махачкале вышел сборник «Голоса молодых» на Ногайском языке. Это был коллективный сборник. И туда вошли где-то мои 10-15 стихотворений. Этого сборника, конечно, он давно уже, его нету. Мои книги «Белый узор», «Агорнёк» на Ногайском языке тоже редко у кого сохранилось. Это было такое, знаешь, ещё в то время издавали. Мягкий переплёт. Мягкий переплёт, тёмная такая страшная газетная бумага. Но это был мой первый сборник, не коллективный, а именно свой. Авторский. Авторский, да. И для меня это был 91-й год. Событие. Событие для меня, для человека, которому в то время было 25 лет. И для меня это было вообще с предисловием Келдохан Кумратовой. Конечно, этой книги тоже нету. Нет книги «Признание», которая у меня выходила в Москве в 97-м году. У меня остались только книгами «Ям Дуням. Мой мир», тоже по типу этой, и «Солнечные часы», которая вышла в 16-м году. И поэтому, конечно, тут эта книга, можно сказать, спрессованная. Во-первых, и немного, конечно, мелковатый шрифт. Ну, на листаже, видимо, сэкономили. Потому что если бы там шрифт был побольше, она бы, наверное, большой том был бы. Но здесь 360 страниц. Там одно оглавление на 10 страниц. Конечно, тут большое внимание уделено и стихам на нагайском языке. Ну, можно сказать, 30 процентов книги – это стихи на нагайском языке. Вторые 30 процентов – это стихи, написанные на русском языке, начиная с 1983 года. Здесь есть раздел «Гудермеская тетрадь». Это стихи, которые написаны еще во время моего студенчества в 84-85 годах. И, конечно же, остальные, наверное, 40 процентов – это переводы. Это переводы, опять же, «Эпос Эдеге», песня «Симбике», которая у меня только в книге «Мой мир». Переводы наших средневековых поэтов. И впервые в этой книге переводы неизвестных стихов нашей талантливейшей поэты Сыкадрии. Это 11 новых стихотворений, которые у нее остались только в подстрочниках. Переводы стихов Гамзата Аджигельдиева и повести «Срождена Батырова Албасла» – это уже проза. Ну, кроме тебя, эти стихи никто не переводил? Нет, нет. Вот именно эти стихи, ни средневековую поэзию, ни эпос, ни вот эти стихи Сыкадрии, Гамзата не «Срождена» никто никогда не переводил. Вот двуязычных поэтов, писателей у нас не так много. Ну, вот общаясь с тобой, все-таки у меня такое складывается впечатление, что стихи у тебя лучше рождаются на русском языке. Ну, это как сказать. Стихи родного языка – это особая стихия, это стихи, которые на генном уровне у тебя идут. Стихи, написанные на русском языке. Когда-то мне прекрасная русская поэтесса Раиса Котовская сказала, когда мне было всего 20 лет, тогда я еще на родном не писала. Если ты хочешь писать на русском языке, ты должна писать лучше русских поэтов. Сможешь ли это? Получится ли это у тебя? А тогда я 20 лет, у меня какой-то вот опломб уже был. Это сейчас у меня нету опломба, я уже на своем месте. А тогда я думаю, почему она мне так сказала? Я знаю, что я прекрасно знаю русский язык, я прекрасно знаю русскую поэзию, но тогда я еще настолько не знала, но я думала так. А потом я бесконечно благодарна этому прекрасному поэту за то, что она мне так сказала. Потому что я не стремилась писать. Это очень ценный совет. Да, да. Она мне дала такой вектор. Или-или, если сможешь, но я не ставила цели писать лучше, чем другие русские поэты. Я просто писала стихи. Стихи, идущие от сердца, я не могу сказать. Но они душевные, они до такой степени, и в большинстве своем, они трагические, несчастные. Ну, конечно, потому что о своей радости, о бесконечном какой-то эйфории писать не пишется. Пишется всегда. Когда грустно. Когда грустно, когда на сердце какая-то, возможно, какие-то мысли, раздумья. Поэзией тоже должна быть экология. Поэт должен писать, возможно, вызывая у своего читателя слезы на глазах. Но это должны быть светлые слезы. Чтобы человек тут читал мои стихи и обрыдался, я не хочу. Я хочу, что если бы даже это грустные стихи, ну, в основном, которые о любви, да. Ну, хотя я считаю, что несчастной любви не бывает. Парида, я тебя перебью. Именно читая твои стихи, человек, мне кажется, но лично у меня так, он получает не слезы, не боль, а светлую грусть. Да, да, да. Светлую. Именно так. Светлую. Я этого именно и хочу. Ну, я же говорю, я не пишу для читателя. Я пишу для себя, потому что это моя жизненная необходимость. И я пишу о себе. У меня нет лирического героя. Я пишу от своего лица, от своего имени. И то, что я пишу, получается, что, оказывается, я говорю за других то, что они, не поэты, не сумели сказать. Мне однажды одна моя читательница из Буденновска после выхода моей подборки в Ставропольской правде написала, впервые в жизни я получила какую-то пользу от законов о налогах. До меня пока дошло, оказывается, в Ставропольской правде на последней странице был издан какой-то закон о новых налогах, а на третьей странице там моя фотография и подборка моих стихов. И она мне написала к нам на радио, потому что там было написано, что я работаю на радио, такое письмо. И для меня это было счастье. Она написала, вы сказали то, что я хотела бы сказать, но я не умею писать стихи. Ну, ради этого стоит жить, и творить, и писать. Прошу тебя, прочитай что-нибудь. Ой, я бы, конечно, хотела прочесть стихи. У меня вот есть здесь раздел, он называется «Стихи, написанные в период пандемии». Понимаешь, у меня сейчас же там в Инстаграм выходим, все, я некоторые стихи выкладываю в Инстаграм, мне люди говорят, надо же, сколько новых стихов ты написала именно в этот период. Ну, я думаю, потому что в этот период не только поэт, а любой человек задумывается о жизни, о своем смысле жизни. А мы поэты думаем, а мы зачем в этот, вот в этот данный период, в такое сложное время, что ты можешь сказать? Ну, опять же, я пишу о себе, а получается обо всем не то, что о нашей стране, о мире вообще, о вселенной. И вот первое стихотворение, которое из этого цикла. Весна, что ты знала о ней, о земле? Той земле, что теперь пролетает мимо, родной, что ты знал о ней, о земле? Родной, что ты знал вообще обо мне, родной, что ты знал о ней, о весне? Той весне, что теперь пролетает мимо. Красиво. Ну, это на самом деле от души, на самом деле это, конечно, боль, потому что не то, что год, уже полтора года мы живем вот в таком совершенно ненормальном состоянии, в подвешенном, страшном. Сколько потерь, сколько разлук, сколько вообще расставаний, что вообще с нами сделала эта пандемия, как она искорежила наши жизни. А слово-то какое страшное. Да, это вообще, даже вот его произносить тяжело. Тяжело, это правда. Фарида, ну вот благодаря таким людям, как ты, я думаю, что будет немного легче это все переносить. Возможно, я надеюсь. Я желаю тебе дальнейших творческих успехов, чтобы ты творила так же, чтобы ты так же писала, чтобы не было у тебя кризисов творческих. Ну, если бы они даже были, пусть они будут незатяжны. Я поздравляю тебя с выходом этой книги и спасибо за все. Спасибо, Балочка. Спасибо. В Нижнем Архызе прошел творческий вечер известного оперного артиста, солиста Большого театра и геликона-оперы Александра Миминашвили. Уроженец станицы Зеленчукской и выпускник местной музыкальной школы исполнил известные арии и любимые несколькими поколениями песни советских лет. На творческом вечере побывала Шерифат Лепшокова. Букова – место, где все знают о звездах и планетах, о вечном мире. Но сегодня здесь звучит вечная музыка. В исполнении Александра Миминашвили она особенно символична, ведь оперное искусство – это тоже вселенная. Бас-баритон Александра Миминашвили звучит ведущий к залах нашей страны и Европы. Но в этот день он пел для своих земляков. Концерт, куда вход был свободным, собрал вместе любителей оперы. Среди них были и первые педагоги-артиста. Выпускник Зеленчукской музыкальной школы он с благодарностью вспоминал своих учителей, обративших внимание тогда еще подростка на классическую музыку. Юный Саша еще не знал, что оперное искусство станет его жизнью. Позади остались учебы в Музыкальном московском колледже и ГИТИСе, за которым поступит приглашение в знаменитую «Геликон-оперу» и Большой театр, где артист выступает уже десятый сезон. У него особенный редкий голос – бас-баритон. Бас-баритону очень тяжело петь низкие ноты в этой партии. Драматическому баритону не хватает иногда легкости. Бас-баритону высоко петь высокие места в этой арии, в этом публике. Это у вас же все звучит замечательно. Выстроенный темпорит, весь диапазон выстроенный. Для этого нужен особый голос. Он у вас особый голос? Конечно, особый. Нет, но для этой оперы нужен действительно такой специфический голос. То есть это не должен быть ни бас, ни баритон, потому что, как вы правильно заметили, внизу баритон низко, наверху бас высоко. Поэтому есть такое понятие бас-баритона, но больше относится к европейской музыке. В России ее не так применяют. Голос артиста и его артистизм не оставляют равнодушными зрителей по всему миру. По достоинству его оценили члены жюри телевизионного конкурса «Большая опера» в 2011 году. Тогда Александр дошел до финала. Артист признается, что очень любит свое дело. Он убежден, работать через сопротивление нельзя. Фальш на сцене недопустимо. Преданной классической музыке артиста дают дань уважения и вершинам советской мелодии. ПЕСНЯ На творческом вечере директор Зенечукской школы искусств Валентина Шаповалова выдала небольшую тайну. На самом деле артист приехал с семьей в отпуск к маме, но не смог отказать своим педагогам. И вместе с другой выпускницей этой школы, ныне студенткой Ростовской консерватории Анной Харитоновой, долгие часы готовил программу к нынешнему концерту, сделав незабываемый подарок всем любителям оперного пения. Шереват Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия, поселок Буково, Зенечукский район. В Нарзанной галерее Кисловодска открылась фотовыставка «Карачаевская порода лошадей», автором которой является фотограф Ольга Бабенко. Данные работы видели многие жители нашей республики. Теперь с ее помощью планируется рассказать о нашей породе в других регионах. Тему продолжит Аслан Гирюгов. Ольга Бабенко с детства любит лошадей. В своих работах она всегда старается показать всю грациозность и красоту этих животных. Одна из любимых пород автора – карачаевская. Сегодняшнюю выставку видели многие жители нашей республики, и теперь она открылась в Кисловодске. Сама Ольга отметила, что карачаевская порода влюбила в себя своим нравом и красотой, а также тем, что является лучшей в освобождениях и дальних маршрутах. Когда-то я очень сильно увлеклась этой породой. Она меня восхитила, заставила себя уважать в первую очередь, потому что эти лошади, им доверяют жизнь. В горах, на крутых склонах исключительно только карачаевская лошадь может вас провести по этим тропам, по этим скалам. 8 лет работы в ПЧР собрано в этой выставке. К сожалению, не все работы поместились в данной экспозиции. В первой самой выставке вообще участвовало 25 работ. К сегодняшнему моменту мы уже увеличили экспозицию до 51 работы. Как отметили организаторы, Нарзанная галерея была выбрана площадкой для выставки неспроста, ведь ее посещают как жители других регионов страны, так и из-за границы. Посещая достопримечательности Кисловодска, большая часть туристов не может обойти стороной Нарзанную галерею. Основная цель данной задумки – это рассказать и показать карачаевскую породу лошадей. Помимо этого, было отмечено, что подобные мероприятия остаются в истории народа, что очень важно для сохранения культуры и традиций. Здесь люди со всех концов нашей необъятной родины бывают здесь. Берут информацию, черпают о карачаевской породе лошадей. У меня тоже задача популяризировать нашу лошадь, наши культурные наследия. И плюс, к тому же, ну вот это, по мере продвижения в этом направлении, все меньше как бы ненужных разговоров о породе и так далее и тому подобное. О породе этой уже не одно тысячелетие. На выставке также присутствовали представители администрации Кисловодска. Они отметили, что данные мероприятия позволяют улучшить дружеские отношения между регионами и помогают развитию туризма. И мы стараемся держать и поддерживать эту марку. Развиваем благоустройство города. Все время у нас появляются новые площадки для людей. Ну, вообще мы признательны Дмитрию Сергеевичу Науменко за то, что мы дружим с национальным парком и всегда взаимодействуем с самой тесной связью. Все, что проводится в парке, это проводится и в нашем городе. И мы всегда солидарны. Автор выставки отметила, что в будущем планируется увеличить количество работ и проводить выставку как можно чаще. Каждый, кто впервые видит карачаевскую породу лошадей, запоминает ее как сильную и своенравную. Аслан Гирюгов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия, Кисловодск. Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. В 14.30 смотрите Вести вместе с Аллой Динаевой. Хорошего дня. До завтра на канале Россия-1. Уважаемые избиратели, от именицы к России приветствуем вас на выборах депутатов Государственной Думы. Обращаем ваше внимание, что голосование пройдет 17, 18, 19 сентября. Время голосования с 8 до 20 часов. Защитные маски и перчатки вам выдадут при входе на участок. Желаем вам приятного голосования. Выбираем вместе.